...событием, произошедшим лекарственной терапией меланомы, начинаем безусловно с ранних форм и помним, что адювантная и уже неадювантная терапия это такие основные киты, на которых базируется лекарственная терапия ранних форм меланомы. Наверное, уже адювантная терапия плотно вошла в нашу рутинную практику, я просто напомню, что все известные режимы, все известные препараты Ниволумаб, Пембролизумаб, комбинация Доброфениба и Трамитиниба, убрав позитивных пациентов, обеспечивает безрецидивную 5-летнюю выживаемость у половины и более пациентов. Поэтому и Ниволумаб, и Пембролизумаб, и комбинация таргетных агентов это то, что уже плотно вошло в нашу практику и с чем мы активно работаем. Конечно же, наука не стоит на месте, конечно же, мы хотим повысить эффективность и этих уже доказанных агентов, в частности, используя различные виды вакцин, в частности, на АСКО этого года тоже представлено одно из очень интересных исследований второй фазы. Мы видим, что уже стандартная адювантная терапия Пембролизумабом усилена в изучаемой группе неоантигенной вакциной. И посмотрите, коллеги, какое выраженное увеличение и безрецидивной выживаемости, и выживаемости без отдаленных метастазов. Практически двукратное уменьшение частоты больных с рецидивами на протяжении ближайшего времени наблюдения. И практически трехкратное уменьшение частоты развития отдаленных метастазов. То есть возможности усиления эффекта адювантной терапии, уже известной и знакомой нам, она существует, и она, скорее всего, по этому пути также будет идти исследовательские работы. Также помним, что третья стадия меланомы, имеющая четыре подстадии, да, это более продвинутая психологически, чем вторая, но мы помним, что вторая стадия, вторая Б и вторая С стадии, имеющие, так называемую, толстую первичную опухоль, созиделение, безозиделение, зачастую, и в клинической практике мы это видим, ведет себя более неблагоприятно, чем, например, третья А стадия. То есть, смотрите, уже показатели пятилетней и десятилетней выживаемости у больных, имеющих вторую Б и С стадии, они хуже, чем у больных, имеющих третью А стадию. Поэтому акцент на дювантную терапию больных второй стадии с высоким близким рецидивом, конечно же, он в течение последних лет был отмечен, и мы буквально каждые, наверное, полгода видели обновляющиеся данные исследований КИНОТ-716, да, о котором мы сейчас будем говорить. Больные меланомой кожи второй Б и второй С стадии после хирургического лечения с обязательным этапом биопсии сигнальных любых узлов, тоже, я думаю, что ни у кого же не вызывает никаких сомнений, что это обязательный этап для диагностики и выбора тактики лечения больных, после этого пациента получали или пембролизумаб, или находились в группе наблюдения. И вот уже трехлетние данные о безрецидивной выживаемости, мы видим абсолютную дельту, достигающую 13%, да, в снижении риска рецидива, снижение расхождения клевых и снижение риска рецидива на 40% у больных, получавших пембролизумаб. То же самое в отношении выживаемости без отдаленных метастазов, а также снижение значительного риска развития этих неблагоприятных факторов. Неволумаб, он несколько, ну, позднее, да, чуть, может быть, год-полтора уже изучен и в этой же позиции, и также уже доказал свою эффективность, и он уже одоблен FDA у больных второй Б и второй С стадии в такой же самой формате. В России проводилось исследование сравнения с группой наблюдения, и тоже самый отчетливый тренд в сторону увеличения безрецидивной и без выживаемости без отдаленных метастазов. Но напомню, что пока сроки наблюдения в обоих исследованиях незначительны в таком большой перспективе, поэтому общую выживаемость данной мы пока еще ожидаем. Безопасность одевантного лечения, она, безусловно, должна быть оценена, поскольку пациенты не должны погибать, не должны ухудшать качество жизни и вызывать страдать от каких-то серьезных осложнений при одевантном лечении. Но, в принципе, для этих исследований доказано, что никаких новых сигналов о безопасности не получено, но, опять же, даже при одевантном лечении, даже при таком, скажем так, небольшой частоте осложнений 3-4 степени, мы видим, что и жизнеугрожающие нефриты, и миозиты, и миокардиты могут быть, поэтому мы, проводя это лечение у потенциально излеченных пациентов уже с помощью хирургического лечения, должны помнить о том, что риск этот, он существует. И, конечно же, вот этот тренд последних месяцев, последних лет, полугодий, это неодевантная терапия, она занимает, наверное, все больше и больше позиций у больных меланомой, потому что это, безусловно, позволяет нам, уменьшая размеры опухоли, уменьшить и хирургическое воздействие, может быть, даже дескалировать точно, а может быть, даже вообще отказаться от хирургического удаления региональных лимфатических узлов, например, и так далее. Поэтому вот это вот, скажем так, развитие событий в плане неодевантной терапии, оно очень интересно, и оно может изменить вообще парадигму лечения больных меланомой ранних стадий. Элиминируются микрометастазы, безусловно, профилактируются отдаленные. Самая основная, наверное, одна из основных задач, это возможность объективизации оценки эффекта, то есть получения патоморфологического заключения и в дальнейшем максимальное персонализирование уже одевантной терапии. Может быть, некоторые пациенты вообще в ней будут нуждаться, как мы увидим в исследованиях по одевантной терапии. И, конечно же, возможность обогащения научной нашей базы, это биообразцы, которые позволят нам все больше и больше изучать возможности и реализации эффекта, и развития резистентности к лекарственной терапии. Вот наше уже такое классическое исследование, которое изменило парадигму одевантной терапии, пембролизумаб, который еще недавно был только как одевантная терапия. В этом исследовании, которое представлено около двух лет назад, пембролизумаб в виде трех введений перенесен на дохирургический этап, и в дальнейшем пациенты получали одевантную терапию. И мы видим, что такое буквально трехкратное введение препарата на дохирургическом этапе драматически увеличивает и безрецидивную выживаемость, и, скорее всего, влияет на общую выживаемость. Риски прогрессирования у тех пациентов, которые получили до операции пембролизумаб и реализовали эффект, они практически в два раза меньше, чем у больных, которые получали пемболизумаб только после хирургического лечения. Поэтому, в принципе, эта опция уже вошла и в рекомендации Русска, и, в принципе, мы можем ею пользоваться. Причем мы видим, что и корреляция между радиологическим эффектом и дальнейшими показателями выживаемости пациентов, она существует. Но еще больший акцент, конечно же, на патоморфологический ответ. Если объективный ответ был у половины пациентов, патоморфологический у каждого пятого, но именно он обеспечивает принципиальное влияние на безрецидивную выживаемость и на общую выживаемость, скорее всего. Мы видим, что пациенты, имеющие полный регресс, то есть практически просто полное уничтожение всех опухолевых клеток и практически полный, да, не ПСР, то есть сохранение всего 10% живых клеток, они живут на протяжении практически 4 лет после операции без признаков рецидива. То есть мы можем говорить о таком принципиальном влиянии такого эффекта всего трех введений препарата на сроки последующей жизни пациента. Мы в своей клинической практике участвовали в инициативном исследовании, проводимом под руководством Сталантолина Проценко. Бластичный препарат Пролголемаб. Мы также использовали его в ненадемантном этапе и видим полный патоморфологический регресс в послеоперационном материале. Поэтому, в принципе, эта опция, она работает и вне зависимости от производителя препарата и его, скажем так, источника. И вот классические исследования Пакин и Прада, которые, в принципе, имели цель, особенно исследования Прада, вообще понять, нужно ли пациентам с достижением полного патоморфологического регресса выполнять лимфодисекцию, например. Может быть, и не нужно. Поэтому в данном исследовании, например, был выбран маркерный очаг, который далеко не всегда это легионарные лимфатические узлы, просто наиболее удобный для измерения очаг. Всего два введения комбинированной иммунотерапии, выполнение резекции до маркерного очага. И в дальнейшем, в зависимости от патоморфологического ответа, мы можем выбирать, в данном исследовании выбирались те или другие опции. Если полный или практически полный регресс всех опухолевых клеток, то не выполняется лимфодисекция, и ничего не выполняется, кроме наблюдения за пациентом. Если регресс до половины опухолевых клеток, то лимфодисекция выполняется, и пациент в дальнейшем наблюдается. Если регресс, менее половины клеток погибло, то выполняется и лимфодисекция, и проводится адевантная терапия. И какие данные мы получили? Часто практически полных патоморфологических регрессов высока, достигающая 60%. И если мы посмотрим, то у этих пациентов с полным патоморфологическим регрессом практически 100% безлицитивная выживаемость и общая выживаемость на протяжении 5 лет. То есть это принципиальный фактор для выбора дальнейшего лечения. Если пациенты достигли полный патоморфологический регресс и в дальнейшем получали, выполняли лимфодисекцию или не выполняли, мы видим, что пациенты, которым выполнил лимфодисекцию, не получили выигрыша, выживаемость без рецидива и общую выживаемость. Пациенты с полным регрессом, они в принципе уже не нуждаются в выполнении лимфодисекции. Это тоже принципиальный такой вывод, который делают исследователи, которым мы можем уже основываться в плане выбора как раз-таки дальнейших этапов хирургического лечения. Но те пациенты, которые не достигли патоморфологического регресса, они имеют принципиальный выигрыш от назначения одевантной терапии. Клевые, мы видим, расходятся, то есть пациенты при оценке патоморфологического регресса как недостаточного, конечно же, им показана одевантная терапия. Поэтому возможность индивидуализации лечения, скажем так, она уже в наших руках. Ну и вот такие паттерны эффекта на одевантной терапии, иммунотерапия, о которых мы сейчас больше говорили, и терапия брафомекингибиторами. В принципе, конечно же, иммунотерапия, поскольку она влияет на такие базисные основные биологические моменты, она, конечно же, при достижении полного регресса патоморфологического, прежде всего, обеспечивает практически излечение пациентов на протяжении многих месяцев и даже лет. Но для таргетной терапии такие эффекты, они все-таки по времени, как правило, более конечны и в дальнейшем события могут развиваться и неблагоприятно. Поэтому, говоря о том, что одевантная терапия, она, безусловно, это прорывное такое событие в плане меланомы и лечения ранних форм, поскольку она будет огромным потенциалом в плане повышения эффективности, индивидуализации лечения, выбора новых маркеров. Конечно, она требует баланса между своим эффектом и токсичностью. Разные паттерны прогрессирования при таргетной и иммунотерапии, конечно же, они, скорее всего, есть, поскольку биология воздействия различна на опухоль. Ну и, конечно, дальнейшие попытки направления наших изучений. Какой режим, как длительно, в какое будет место одевантной терапии, сможем ли мы отказаться от хирургического лечения или деэскалировать ее и так далее. То есть, эти вопросы, которые, разумеется, решаются сейчас частично и будут решаться на протяжении дальнейших времени. Ну и, наверное, здесь мы пытаемся уложиться время, чтобы нам потом идти более точно. Хотела бы попросить коллег за столами выбрать одно верное учреждение из нижеперечисленных. Показатели 5 и 10-летней общей выживаемости у больных меланомой кожи 2-й и С стадии хуже аналогичных показателей у больных 1-й А стадии. Первая позиция. Второе. Доказана возможность увеличения показателей общей выживаемости у больных меланомой кожи 2-й стадии, получающих одевантную терапию. И в исследованиях Апакин и Прада больные меланомой кожи, достигшие большого опыта морфологического регресса, выигрывают от выполнения лимфодисекции. И последняя позиция. Все утверждения неверны. А, Б, А, Б. Коллеги, А. Первая позиция и тоже позиция А. Ну вот мы, поскольку у нас сегодня такое интерактивное взаимодействие с нейросетью, я задала вчера такой вопрос, и нейросеть выбрала позицию Б, что возможности показателей общей выживаемости у больных меланомой кожи 2-й стадии, получающих одевантную терапию, они увеличиваются. Но, в принципе, нейросеть, действительно, очень аккуратно в дальнейшем пишет, что для получения более точной информации необходимо проконсультироваться с медицинскими источниками и с врачом. Ну и, в принципе, коллеги, здесь информации, может быть, прозвучало много, и именно первая позиция, она является верной. Потому что, на самом деле, то, что мы говорили вначале, что пациенты, имеющие 2-ю БС-стадию, имеют худшие показатели общей выживаемости долгосрочные, чем пациенты 1-й А-стадии. Но вот наше общее желание, да, чтобы все-таки и любая одевантная терапия, на одевантной терапии увеличила общую выживаемость вот уже сейчас, она, конечно, направлена, нейросеть, видите, тоже очень этого хочет. Поэтому, я думаю, что направление наших мыслей, оно однозначно, да, мы максимально смещаем наше лечение на ранние стадии, ну и максимально используем все возможности науки и практики. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ